Доброе утро, дорогие друзья! Соскучились за барахолкой? Я? Да! Поехали! Что нас сегодня ждёт? Очень хочется что-то такое эксклюзивное и интересное вам показать. Так, не мы одни едем на барахолку. Погляньте на это чудо! Интересный очень экспонат. И улички. А это шарик с аэрографией. Так, суммы, да? Болгария. Редко встречается Болгария. Так, бароновка. Товаренькая бароновка. Ага, сейчас мы спросим. Вот эти, вот эти, это 15. А, вот эти? А эти 4 по 10. А ты можешь все за 7 взять. Угу. Так, друзья, сегодня суммы. В ассортименте 95-й год. Так, друзья, сегодня барахолку расширили. Пустили вот на это пространство. И очень даже хорошо, потому что тесновато было. Вот так вот выглядит это сегодня. Пустили, коростенькие блюда большие. А вот стежок. Пластмассовый, легенький. С коробочкой. Да, Синельникова. Так, это Киев. Крышечки с ним есть. Есть, да? Конечно, вот раз и два. А, ну, интересно, от него, от него. Это не от него. А вот это, по-моему, от него, да, посмотрите? Похоже, да, похоже. А это явно не от него? Это не от него. Да, ну что-то... Ну я... Такой заяц, думала, советский. А это Китай. Присажайте, что вы покупаете, а я постараюсь себе продать. Называется, русская. Скоростень. 300 гривен. Очень красиво. Она такая компактная. Просто больше и осталось. Да, меньше и осталось. Да. Больше и осталось. Да. А, не отходишь? Ну, что ты и делаешь? Не отходишь. Да, пожалуйста. А там, что-то, еще и даже молочек осталось. Это ресторанка. Там, знаешь... Крошечка не родная. Это, кажется, в столе, да. Весь коробки. Там ложки, вилки. Угу. Это 50 гривен. Какая ручка. Ручная работа. Да. А вот вообще без перья, перо. Это орстекло, да? Да. Угу. Что такое? Это 150 гривен. Угу. Три карелочки за 50 гривен. Ой. Так. Не убегайте. Мороз. Шкурка. Куру. Гривен. Сокография. Так, а это Наталья Гончарова, а может быть и нет. Андрей! 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 Какой нежный. 50 гривен один. Так, они одинаковые. Спрашивайте, может, что заинтересует. А сколько такой? Этот 100 гривен. Он какой-то фирменный. А бусы почем? Вот эти 350, чтобы снять. Это старый калийнград. Ставочка. Такие ножи. А сколько такие ножички? Ножички 350. Германия, 50-й год. Бакелитовые русские. Угу. 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 Все остальные. Угу. Какие? Угу. Сюда такие. 79 белогвальдеец да старенькие старенькие а можно эрмитаж эту книгу сколько она а по фарфору ничего у вас нет по фарфору ничего нет 50 А сколько брошь? Вот эта Это 150 Косолины Тише Это тоже Маленькие картиночки Цвета такие классные Тише 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 Веселенькая Вот Такие Сук Траница Сколько такой? 150 А вазочка? 200 Вазочка Это Тише Тише Заяц Тоже из камня Да? Что это за камень? Не знаете? Недорого Недорого Да Вот так Относительно Да? 51 И он электрический Наверное еще и работает Да? Да, работает А ну поверните Вот так вот Нержавейка Не А что это? Латунь Латунь, да? Да Да Это раньше такие маленькие были Это покрытие Покрытие Покрыли его Девушка Она Драконница Царевна Царевна Змей Горыныч Елена Прекрасная Какая здесь роспись вообще Горыныч так себе А царевна Да, неплохо А кто это делал Не знает Вот Сыс Сыс Ну если Я так Да, да Мне сказали А что это за завод? Это старый завод Где это? Где это? Я такое не знаю даже Что-то Это что? Угу Мальчики, Паша Класси Класси Боже У меня была вот такая снегурочка Я ее помню Полонная Она у нас была Таревна Таревна Мне понравилась 700 гривен Это Даже не для платка Бинокер детский, да? А был ложечек Тебе часы надо Бери походи Тебе часы надо Бери походи Что за дракон Так Много золота Барановка Молочник Ну, будешь Знакомкать Вам Я уже все купил Ха-ха-ха-ха Да Полонная Так, это скорее всего Что-то такое Что-то Что-то Боже Вот там на тарелочке Барановка Ну Ну Барановка Ну Барановка Ой Барановка Не Все Да Принесли Это В Это Принесли А можете повернуть? Она тяжелая. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, как всегда, переходим к демонстрации моих покупок. Я думаю, вы помните эту тарелочку из предыдущих моих видео. Она все-таки меня дождалась, и я все-таки о ней не забыла и ее приобрела. Такая милая детская тема. Очень приятные цвета здесь использованы. Лисичка такая сказочная с виноградом. И это такой ранний коростень, такое клеймо, третий сорт Коростенский фарфоровый завод. Это период 1949-1955 года. Это первая моя покупочка. Так, друзья, следующая моя покупка, и это прекрасный кувшин с таким чудесным мейсонским букетом. Я все-таки думаю, что он весьма даже близок к мейсонскому букету. Чудесные цветочки, деколь, простой лаконичной формы, в очень хорошем состоянии. Здесь опадочек такой цветной сохранился. И это полонная. Полонная периода 1953-1955 года. Прекрасная работа. Такие вещи, конечно, они сразу же остаются незамеченными, безусловно. Они сразу привлекают мой взор. И, конечно же, я такие вещи покупаю. Друзья, перед вами очередное произведение искусства от Ленинградского фарфорового завода. Посмотрите на эту форму. Этот какой-то необычный раскрас. Ручная роспись. Золото. Очень интересно, как по мне выполнен этот штоф. Все прекрасно сохранено. И даже золотой ободочек. Не слишком хорошо видно клеймо. Второй сорт. Но все-таки, как бы, читаемо. ЛФЗ. И меня даже не остановило то, что крышечка не сохранилась. Нет крышечки. В любом случае, это прелестная форма. Можно использовать и просто как вазу, и вообще предмет интерьера, как по мне, ну просто роскошный. Поэтому я, конечно же, его приобрела. Какие разнообразные у меня сегодня покупки. И теперь бижутерия. Это бусы. И я решила, что они будут прекрасно гармонировать в моей коллекции вместе с брошами. И в целом бижутерия. Посмотрите, какой здесь бисер. Я так думаю, я уверена, что это чешские бусы. И, конечно же, вот эта застежка, она никого не может оставить равнодушно. Это просто отдельная тема. Обожаю бусы именно с такими застежками. Хотя, опять-таки, ну, не уверена, что я их буду носить. Но любоваться буду точно. Друзья, только недавно я вас знакомила с большим творчеством Ивана Николаевича Крамского. И вот вам, пожалуйста, сборник открыток, живопись. И это меня ждали подарки на барахолке. Очень приятно. И серия открыток по Байкалу. Как-то с вами мы рассмотрим эти открыточки отдельно. Ну, и напоследок, посмотрите, вот такой миниатюрный набор актеры советского кино. 81-го года. Цена 30 копеек. Город Москва. Я купила себе такой вот сборничек. И здесь кто у нас? Олег Янковский. Андрей Миронов. Это просто мой любимый актер. Евгений Жариков. Красавец. Светлана Орлова. Вот это Игорь Ледогоров. Лариса Удовиченко. И Николай Рыбников. И только вчера я себе устроила такой тёплый вечер с просмотром. Главное требование было просмотр советского фильма. Зимнего советского фильма. И смотрела я вчера «Девчата». Побольше нам таких приятных эмоций, кстати, которые нам дарит барахолка. И до новых встреч, друзья. Всего вам самого наилучшего. Субтитры подогнал «Симон»